Все пропускаем через себя. Сотрудники ЗАГСа отметили свой профессиональный праздник. На что обратить внимание при выборе пиротехники Совета экспертов? Два упражнения, множество комбинаций и элементов. Саровские акробаты приняли участие в первенстве города. Далее расскажем обо всем подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый документ – свидетельство о рождении. После того, как малыш появился на свет, родители и родственники выбирают имя новому члену общества и отправляются в ЗАГС. Вместе с тем, что сотрудники отдела оформляют и выдают свидетельство о рождении, они еще ведут статистику рождаемости и знают, какие имена в Сарове самые популярные. Мальчиков чаще называют Александрами, Артемами, Иванами. У девочек лидируют Анастасия, Виктория и Мария. За последние три года рождаемость у нас значительно увеличилась. А так она в течение уже семи лет идет с нарастающей. Увеличилась рождаемость вторых детей. Вторых детей за 16-й год практически около 50% рождается в Саровских семьях. В моих руках самая первая книга регистрации актов о рождении детей в нашем городе. Тогда Саров еще назывался поселком Саров, Республики Мордовия. Такие вот уникальные документы хранятся в отделе ЗАГС нашего города ровно сто лет, после чего передаются в архив. Новый этап в жизни каждого человека – создание семьи. Подписи супругов и печать в свидетельстве о браке – это необходимые формальности. На деле ведущие церемонии переживают вместе с молодоженами и чувствуют волнение родителей. А на торжественной регистрации рождения малыша, рассказывают работники ЗАГСа, эмоции просто зашкаливают. Ощущение такое, как будто мы сами стали в очередной раз мамой и смотрим на молодых. А в последнее время очень часто у нас есть и родители уже в возрасте, за 30, за 40. Соответственно, уже в какой-то степени можем поставить и себя на их место. Коллектив канала «16» поздравляет работников ЗАГСа с их профессиональным праздником и желает как можно больше радостных событий как на работе, так и в жизни. Дарья Цапорыгина, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Продолжение следует... Каждой пиротехнической продукции предлагается сертификат соответствия, в котором прописан артикул, название, и вы можете проверить, во-первых, наличие сертификатов на любой точке продажи пиротехнической продукции. Во-вторых, на что стоит обратить обязательно внимание при покупке пиротехники – это срок годности. Срок годности продукции – 3 года. Срок годности обязательно указан на любой коробке пиротехнической продукции. Особое внимание нужно уделить товарному виду изделия. Коробка не должна быть вскрыта или иметь каких-либо дефектов, а фитиль должен быть заклеен специальной фольгой. Существует пять классов пиротехники, но самый востребованный перед Новым годом – второй. К нему относятся петарды, фонтаны, римские свечи, ракеты. И у каждого вида пиротехники есть свои правила установки и поджога. До этой отсечки свеча должна быть погружена либо в землю, либо в уплотненный снег. Фитиль, который мы поджигаем с расстояния вытянутой руки, и уходим быстро на расстояние 7-9 метров. Казалось бы, ну что такого купить петарду, как говорится, с рук, без лицензии, сертификатов и прочих бумаг. На самом деле такое легкомыслие может закончиться весьма трагично. Несертифицированная пиротехника часто дает сбой, и в случае какого-либо происшествия виноваты окажетесь вы сами. По общероссийской статистике на протяжении пяти лет произошло на территории Российской Федерации более 30 пожаров из-за пиротехники. Только по состоянию на текущий момент в 2016 году 100 человек получили травмы разной тяжести. Ракеты, салюты, петарды – это все очень красиво, но не очень безопасно. Поэтому при их использовании следует для начала ознакомиться с инструкцией. Мария Ирунч, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Резкое похолодание ожидается в регионе в начале недели. После достаточно теплого и комфортного понедельника к утру вторника столбик термометра упадет до минус 20-25 градусов. Но уже к среде синоптики прогнозируют очередное потепление. Ночью температура поднимется до минус 12, а днем и вовсе до нуля градусов. Чуть ниже нуля термометры зафиксируются до конца недели. При этом ожидается пасмурная погода и снег. Зарядиться новогодним настроением и одновременно подарить праздник другим сможет каждый саровчанин с 20 по 24 декабря. В эти дни в торговом центре «Атом» будет проходить благотворительная акция «Теплая обувь в теплый дом». Каждый вечер с 18 часов на первом этаже торгового центра будет проходить праздничное представление со сказочными героями Дедом Морозом и Снегурочкой. Вы сможете принять участие в играх и конкурсах, сделать новогодние фотографии в специальной фотозоне, а также пожертвовать деньги на приобретение зимней обуви для воспитанников теплого дома. Очередная победа в копилке хоккейного клуба «Саров». В минувшую субботу он провел единственный домашний матч в декабре. Наши хоккеисты принимали волжскую ариаду НХ. Безголевая засуха продлилась почти полтора периода, после чего на ворота гостей обрушился град из шайб. Хозяева льда не оставили сопернику ни единого шанса на успех. 4-0 безоговорочная победа подопечных Игоря Аверкина. Ближайший матч в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги пройдет в Сарове уже в следующем году, 9 января. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Именно эта фраза из известного мультика стала лейтмотивом преступления в середине декабря. На минувшей неделе было зарегистрировано заявление от гражданина 60-го года рождения о том, что от приемного покоя КБ-50 в период с 4 по 14 декабря был похищен его велосипед «Урал». Можно надеяться, что преступники одумываются вернуть владельцу его собственность. Явка с повинной обычно смягчает наказание. Именно так рассудил гражданин 85-го года рождения и пришел в полицию писать чистосердечное признание. 14-го числа была зарегистрирована явка с повинной гражданина 85-го года рождения, который признался, что из кассы магазинов и продажи строительных материалов по улице Чапаева он похитил денежные средства в сумме 31 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Сотрудники ГИБДД подтверждают, в маленьком городе даже из-за одной аварии может возникнуть трудности с движением на дорогах. Так и получилось на прошедшей неделе на пересечении улиц Харитона и проспекта Ленина. Водитель 83-го года рождения, управляя автобусом «ФИАТ», это вот наши альтернативные перевозчики, при повороте с Ленина на Харитон выехал на полосу дороги, которая предназначена для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной «Левцон». От удара данная автомашина отбросила вперед, и она совершила столкновение с приближающейся автомашиной «ГАЗ-32-21». Это автомашина «Газель». Будьте взаимовежливы на дороге, и это поможет вам не только сохранить время и нервы, но и, как показывает практика, позволит не тратить деньги на ремонт своего и чужого автомобиля. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 2016 год знаменательный для нашего города. Одним из самых значимых событий стало 70-летие Федерального ядерного центра. В течение 12 месяцев было проведено множество научных и торжественных мероприятий, посвященных этой дате. А сотни сотрудников ядерного центра были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. На улице уже декабрь, а значит, пришло время подводить итоги уходящего года и готовиться к праздникам. Череду празднования Нового года открыл традиционный новогодний вечер для ветеранов УНИЭФ. Заканчивается год. Российский Федеральный ядерный центр успешно выполняет производственные программы. Работы идут сейчас и даже и в выходные дни. Выполняются программы испытаний, завершаются объекты капитального строительства. И это во многом благодаря вам, уважаемые ветераны, которые внесли свой производственный и жизненный вклад в становление Федерального ядерного центра. Отцы-основатели могут гордиться именно институтом и могут гордиться, я обращаюсь к ветеранам, вашими учениками, которые прекрасно работают и которые поддерживают на очень высоком уровне научные наши школы. Весь вечер руководители ВНИЭФ и администрации города поздравляли действующих сотрудников ядерного центра и тех, кто уже на заслуженном отдыхе. А коллективы Центра культуры и Досуга подготовили вокальные и танцевальные номера. Как часто мы жалуемся на то, что плохо живем и не получаем никакой поддержки от окружающих, а сами совершенно не думаем о других. По всей России живут сотни одиноких бабушек и дедушек, которые действительно нуждаются в помощи. И сейчас у каждого из нас есть реальный шанс сделать их немного счастливее. Приняв участие во всероссийской акции, мы помогаем. Ее суть в том, чтобы помочь пожилым людям и собрать для них посылку с продуктами, потому что большая часть денег уходит на услуги ЖКХ или закупку дров. Если вы тоже хотите принять участие, у вас есть такая возможность. Канал 16 запускает праздничный сбор продуктов для одиноких бабушек и дедушек по всей России. Идучи в магазин, совершенно несложно захватить пару пачек печенья за 23 рубля, за 26, пару упаковок круп, какую-то там баночку тушенки, баночку консервов. И вот и сами с миру по нитке. И очень надеемся, что саровчане услышали наш призыв. В посылку можно положить мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, чай, какао, сгущёнку, паштет и сладости. Также можно приложить небольшой новогодний подарок. На стены календарь на 2017 год, шарф, тёплые носки, подарочное полотенце или маленькую мягкую игрушку. Посылка будет отправлена по почте. Пересылка может занять одну-две недели. Поэтому от скоропортящихся продуктов и бьющихся сувениров следует отказаться. Как показала практика, среди наших горожан есть неравнодушные люди. И даже те, кто готов помочь с отправкой посылок. Почтовые расходы на себя возьмёт замечательная компания, неравнодушные люди из Саров Инвеста, которые окажут нам огромную помощь. То есть они тоже принимают участие в этой акции. Сбор продуктов будет происходить до 23 декабря с 10 утра до 5 вечера в офисе канала 16 по адресу Силкина 41, второй этаж. Давайте подарим бабушкам и дедушкам новогоднее чудо. Акробатика – зрелищный вид спорта. Сложные элементы в воздухе, различные комбинации, подскоки и прыжки. Чем интереснее и ярче программа, тем выше оценки жюри. На прошедших городских соревнованиях по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе Саровские акробаты показали достойные результаты. Спортсмены должны выполнить два упражнения, два различных упражнения. Оценки выставляются за два упражнения, и потом они суммируются, и побеждает тот, кто набрал наивысшее количество баллов. У традиционного городского первенства важная цель – отбор в сборную, который будет защищать честь города на областных соревнованиях, или станет частью делегаций на российских состязаниях. От третьего юношеского до кандидата в мастера спорта. У каждого спортсмена есть возможность повысить свой разряд. Самое главное – набрать необходимую сумму баллов. Спортсмены высоких разрядов – это кандидаты, первый разряд. Там за каждый элемент они делают упражнения с двух элементов состоящих. Каждый элемент имеет свою трудность. Допустим, 0,5, 0,6, 0,7. И выполнив упражнения, эти две трудности складываются и прибавлять к общей сумме баллов. Сегодня Саша Вострецов первый на пьедестале почета. Несмотря на то, что спортсмену хотелось показать судьям программу сложнее, чем получилось, результатом он остался доволен. Я очень рада, что его занял, потому что у меня теперь… Еще на одном, первое место больше. Вот я представляю сначала в голове, как делаю, а потом все делаю на трамплине. И у меня больше случаев все получается. О новых победах и титулах саровских акробатов смотрите в ближайших выпусках новостей канала 16. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова